Ребят, всем привет! Меня зовут Насырова Екатерина и я профессиональный фотограф. В сегодняшнем видео я хочу разобрать важный этап качественной подготовки к фотосессии, а именно подбор одежды. И сегодня мы рассмотрим важные 6 пунктов. Первый это посадка одежды. Второй это в какой пропорции компоновать базовые и трендовые вещи. Третий пункт это удачное сочетание вещей для съемки. Четвертое это сочетание текстур, цветов и принтов в одежде. Пятое это подбор аксессуаров. И шестое обувь. Уверена, что в сегодняшнем видео вы найдете много полезной информации как для создания качественного контента для съемки, так и в принципе сможете применять эту информацию в своей повседневной жизни. И первая тонкость, которая отлично смотрится на фотосессии, это завышенная и подчеркнутая талия. Уверена, что вы, как и я, знаете, что камера искажает пропорции и может добавить пару килограммов. Поэтому, чтобы пропорции на фото смотрелись хорошо, я рекомендую выбирать низ с завышенной посадкой и подчеркивать зону талии. Вторая тонкость это старайтесь избегать одежды, которая не держит форму и висит как бесформенная тряпочка. Уверена, что вы уже встречались с такими вещами, которые неплохо смотрятся на полках магазинов, но при этом, когда их надеваешь, появляются некрасивые складки там, где не следовало бы, искажаются пропорции фигуры. Возможно, эта одежда выглядит какой-то полупрозрачной и не собранной. Поэтому смотрите, чтобы одежда, которую вы выбираете на съемку, хорошо держала форму и не висела. Третий пункт это выбор одежды с вашего плеча, которая соответствует тенденциям. Особенно это касается верха. Старайтесь избегать коротких пиджаков, футболок с короткими и необъемными рукавами, а также футболок в облипку. Далее я не рекомендовала бы надевать одновременно обтягивающий верх и низ. То есть лучше это чередовать или объемный верх и обтягивающий низ, или наоборот. Или, например, две объемные вещи и пояс на талии. Пятый пункт, который подходит именно для съемки, это верх без рукава. Если вы надеваете верх без рукава, например, когда рукав заканчивается здесь, очень велика вероятность, что если вы прижмете руку к себе, даже худые руки будут выглядеть немножко приплюснутыми. И в жизни, когда мы двигаемся, это выглядит нормально, но именно на фотосессии при просмотре результата это может не понравиться. Шестой пункт – это устаревшие рисунки. Хотя этот момент и не относится к посадке, но я его хочу подчеркнуть, так как он способен сильно утешевить образ. Смотрите, подобные принты в середине футболки, а также несобранные и несимметричные картинки выглядят неактуально. Другое дело – это маленькие надписи с лаконичным и не перегруженным шрифтом, маленькие минималистичные изображения или, например, принт, который присутствует на всей вещи целиком и хорошо скомпонован с другими вещами. Переходим ко второй части нашего видео, в которой я расскажу про сочетание базовых и трендовых вещей, а именно в какой пропорции их следует сочетать. Согласитесь, что мы по-разному относимся к трендам. Кто-то готов примерить новые трендовые вещи сразу, кому-то нужно время, чтобы привыкли. Поэтому я бы выделила 4 варианта, как можно компоновать трендовые и базовые вещи. Первый вариант максимально спокойный – это базовые вещи и базовые аксессуары. Второй вариант – это микс базовых вещей и нестандартных трендовых аксессуаров. Далее – это сочетание базовых вещей с одной трендовой вещью и выбор аксессуаров на ваш вкус. И четвертый вариант – это образ, который состоит из трендовых вещей и аксессуаров. То есть яркий и необычный образ. Тут нет единого верного варианта образа. Самое главное, чтобы вы себя чувствовали комфортно на съемке. А теперь переходим к основной части нашего видео и начнем с разбора удачных вещей на съемку. Давайте рассмотрим вдохновляющие референсы, которые классно смотрятся в кадре. Тут будут как более классические вещи, так и трендовые и нестандартные. И при просмотре референсов я рекомендую также обращать внимание на обувь, аксессуары, на укладку модели, на макияж, на позы модели, насколько они женственные и плавные, или наоборот, насколько они угловатые. Также обращать внимание на выражение лица, насколько оно эмоциональное, или, например, наоборот, отстраненное. И именно благодаря сочетанию этих деталей кадры и смотрятся цельными и стильными. И первый вариант одежды – это брючный костюм. Открываем референсы. Костюм может быть как приталенный, за брюками клёш, очень женственный, так и мужской оверсайз. Вот такой вариант тоже очень красиво смотрится. И костюм можно надевать как стопом, с рубашкой, или, например, на голое тело. Следующий вариант – это тренч. Он может быть как классический, например, чёрный или бежевый. Также, как на этом референсе, он может быть кожаным и чёрным. Или даже ярких цветов, например, таким бордовым. Ну, и вот здесь тоже очень красивый. Причём у него ещё и широкие плечи. Следующий вариант – это боди. Боди может быть чёрным, бежевым, белым. Как с длинными рукавами, так и без. Также будет красиво смотреться в боди цвета хаки. А из обуви хорошо подойдут, как, например, длинные ботфорты, так и массивные кроссовки. Следующий вариант – это платье. Хорошо на фотографиях будут смотреться платье-комбинация. Вечернее платье с интересной текстурой и, возможно, с интересным вырезом. Вот, как, например, здесь платье с необычными деталями. Летящее платье необычной формы. Вот здесь мы видим необычную текстуру. Здесь красивые разрезы. Тут тоже текстура и форма. Здесь красивые вырезы. Так. Вот платье-комбинация. Тут очень красивая форма, цвет. Тут жемчужинки. Тут интересная ткань. Рукава. И здесь тоже очень много разных деталей. Следующий интересный вариант – это рубашка или свитер. Их можно миксовать и надевать как на голое тело. Также их можно носить с джинсами, с брюками, с юбками. В общем, очень универсальный и удобный вариант, который всегда хорошо смотрится в кадре. Например, на этом примере красиво подчеркнута зона декольте. И мы видим интересные женственные рукава. Тут очень уютный свитер вежевого цвета. Тут достаточно классический образ с рубашкой. Вот свитер на голое тело. Тут тоже рубашка с джинсами и с интересными рукавами. Рубашка на голое тело. Следующий немаловажный момент при создании образа на фотосессию – это сочетание цветов, принтов и текстур. И первое, что мы рассмотрим – это монохромный образ. То есть все вещи в одном цвете, они могут быть как целиком одного оттенка, так и отличаться. В монохромном варианте будут красиво смотреться вещи с разными текстурами. Например, сочетание блестящих и матовых вещей, гладких вещей и вещей с активной текстурой, а также сочетание грубых вещей с легкими и полупрозрачными. Давайте посмотрим лиференсы. Вот здесь мы видим белый монохромный образ. Здесь бежевый. Тут как раз есть сочетание разных текстур. розовый монохромный образ. Здесь мы видим текстуру на рукавах и, в принципе, достаточно гладкую текстуру на остальных вещах. Здесь на фотографии блестящие шорты и матовая водолазка. Тут нежная летящая юбка и грубый свитер. То же самое снова. Следующее это сложные ткани и принты. Вещи в таком стиле часто встречаются у Дольче Габбана и у Бальма. И давайте посмотрим. Тут мы видим сложную куртку и аксессуары, а также достаточно сложную прическу. Тут мы видим принт в полоску, который будет удлинять фигуру. Тут сложная ткань с пайетками и сережки, которые сочетаются с платьем. Тут очень красивая ткань. Тоже. Здесь мы видим бахрому на пиджаке. Тут принт в стиле Дольче Габбана. Здесь целая коллекция Дольче Габбана и каждая вещь очень пестрая. Вот такие интересные ткани. Вот образ от Бальма. Платье. Тут прикольная шуба. Снова платье. Далее это вещи, сочетание вещей пастельных оттенков. Сразу переходим и смотрим. Здесь сочетание нежно-зеленого и фиолетового, которые очень классно смотрятся. Тут сочетание розового. Тут тоже голубой, фиолетовый, розовый, зеленый. Розовый и фиолетовый. Тут голубой и фиолетовый. А здесь голубой и зеленый. Сочетание сложных и природных оттенков. Очень красивые и дорогие сочетания. Давайте посмотрим примеры. Вот такой глубокий зеленый. Сочетание серых оттенков и разных интересных текстур. Тут глубокий синий. Бежевый у девушки слева и грязно-зеленый у девушки справа. Тут серые и оранжевые. Зеленые и оттенки коричневого. Снова синие. Вот это сочетание мне очень нравится. Тут снова зеленые, бежевые. Тут глубокие оттенки серого, синего, сине-зеленого. Снова оранжевый. И еще один момент, который очень интересно смотрится в кадре. Это воздушные текстуры. Здесь, например, мы видим легкое платье с интересными формами. Рукава и юбка выглядят очень объемно и воздушно. Вот это платье выглядит полупрозрачным и имеет интересную текстуру. Здесь интересные рукава. Тут интересный воротник. Здесь также необычный воротник, который еще и сочетается с сережками. И еще одна похожая фотография, которая также выглядит очень классно. Пятая часть нашего видео это аксессуары. Грамотно подобранные аксессуары сделают ваш образ более цельным и завершенным. Также в фотографии с аксессуарами хочется больше рассматривать и вглядываться в детали. И первый пункт это аксессуары для волос. Давайте посмотрим. Например, это банты, крабики, косынки, повязанные волосы, обручи, интересные резиночки или даже колечки в плеченные волосы. И вот еще я нашла интересную штучку, которая выглядит очень стильно и делает минималистичный образ завершенным. Далее рассмотрим интересные шляпки и косынки. Вот такая косынка. Кстати, очень классно будет смотреться на стритсъемке. Шляпка. Далее серьги и кафы. Вот такой каф, который есть, кстати, у меня. Очень хорошо смотрится с минималистичным образом. Такие серьги, такие. Снова каф. В принципе, сильно проходиться по серьгам я не буду, так как всем идут достаточно разные формы и размеры сережек. И я уверена, что вы уже знаете, какие сережки подойдут именно вам. Следующий момент это чокеры и украшения на шею. Тут мы видим блестящий чокер, который, кстати, перекликается с макияжем. Очень красиво. И прическа здесь очень гладкая и не перетягивающее внимание. В принципе, сегодняшний мой образ тоже похож на этот. У меня минималистичная черная футболка, маленький чокер и гладкая прическа. Далее, сочетание железной цепочки и жемчуга. Такое не симметричное украшение сейчас-то в тренде. Цепочки. Снова сочетание металла и жемчуга. Следующий пункт это очки и перчатки. Давайте посмотрим. Перчатки, кстати, очень интересно разбавляют кадр. И мы плавно пришли к шестому пункту нашего видео. Это обувь. И в первую очередь это бежевые и черные лодочки, а также аккуратные босоножки с тонкими ремешками. Вот бежевые босоножки. Тут красные, которые также не переманивают на себя много внимания. Черные лодочки. И бежевые лодочки. И давайте рассмотрим более интересный и цепляющий взгляд варианты обуви. Такие как, например, белые ботинки от Prada, туфли Bratz от Versace, которые сейчас набирают популярность. Белые казаки, белые кроссовки, высокие ботфорты и другую обувь. Кстати, очень классно будет смотреться сочетание нежной женственной одежды и грубой обуви. Давайте посмотрим. Вот обувь от Prada, белые казаки, высокие фиолетовые сапожки, белые массивные кроссовки, те самые туфли Bratz от Versace. Обувь от Prada с грубой подошвой. Классические белые кроссовки. Стэн Смит, если я не путаю. Снова массивная обувь от Prada. Тут высокие сапожки. А здесь мы видим практически монохромный образ. И обувь здесь имеет интересный принт и выступает в качестве акцента. Высокие ботфорты. Вот, в принципе, и вся база, изучив которую вы точно соберете классный и гармоничный лук для вашей фотосессии. Если информация была вам полезна, то ставьте лайки, подписывайтесь. А также на моем канале и в блоге вы можете найти много интересных статей на тему фотографий, стиля, создания красивого визуала в Instagram и других интересных тем. И ссылку на них я укажу ниже под видео. Ну что, ребята, пока и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok